Самый главный новогодний атрибут – ёлка. Кто-то предпочитает устанавливать дома искусственную красавицу, однако многие продолжают придерживаться традиций и покупают живые деревья. Где приобрести новогоднюю ёлку и как правильно выбрать её на месте, расскажет Наталья Чекет. До Нового года остаётся меньше двух недель. Самое время приобретать новогоднюю красавицу. В Твери начали работать ёлочные базары. На них продаются деревья, выращенные в питомниках Тверской области. Жители Твери могут купить ёлки во всех районах города. Например, в Центральном районе – это Тверская площадь около фонтана, в Пролетарском районе – это Бульвар Нагина на территории ярмарки и по четыре территории в Московском и Заурском районах. В основном ёлка – это от 700 рублей за метр и сосна – от 1000 рублей за метр. Выбрать хорошее дерево не так сложно. Достаточно следовать нескольким простым рекомендациям. Первая, конечно, оценка такой качественной ёлочки – это просто глазами. Вы смотрите, выбираете свою ёлочку. Если хотите её посмотреть поближе, то берёте за ствол ёлочки посерединке и её встряхиваете. Если иголки не осыпаются, если она такая смоленистая, иголочки пахнут, то эта ёлочка очень хорошая. С удовольствием забирайте её домой и радуйте своих близких. Яна Юшкова в ёлочном бизнесе уже давно. О хвойных знает почти всё. В этом году деревья на базар привезли из Красного холма. Самое главное, чтобы понять, здоровая ёлка или нет. Если вы её возьмёте в руку и чуть-чуть погреете, и на руках ничего не остаётся, иголки, значит ёлка свежая сруб. Также можно проверить по линии срубок, спилу. Если спил свежий, он будет светлый. Если ёлка тёмным спилом, то это говорит о том, что ёлку срубили неправильно, и она долго лежала в неположенных местах. Также стоит выбирать ёлку с ровным и толстым стволом без трещин. Ветви должны быть гибкими и не ломаться при минимальном усилии. Иголки у хорошей ели имеют насыщенный изумрудный цвет и крепко держатся на ветках. А чтобы дерево не осыпалось раньше времени, перед установкой надо соблюсти несколько правил. Чтобы наши ёлки стояли очень долго и радовали ваш глаз, надо немножко за ними поухаживать. Они же живые и любят также водичку, песок, ну и, конечно, сахарок. Чем больше сахара, тем дольше она стоит. Ну и, конечно, не ставить к батарее, потому что ей будет жарко. Сахар добавляем непосредственно в воду и делаем водяной раствор. Не надо много сахара, хватает всего лишь 5 ложечек обычных столовых. Хвойные в Тверскую область поступают из разных мест. В большинстве из местных питомников есть и заграничные деревья. Их привозят из Эстонии, Дании, Латвии и других стран. Ёлочки, которые приходят к нам из-за границы, они уже обработаны. То есть и хвоя обработана, и сама ёлка, она может стоять долго, без воды, без ничего. Вот эти ёлочки, они маленько отличаются от наших. Но наши зато пахнут. И как бы более такой вот вид, ну, Нового года более такой. Потому что ёлочки очень хорошо пахнут. И неважно, откуда привезли дерево, главное – аромат ели, который и создаёт новогоднюю атмосферу. А самое главное – выбирать ёлку с родными. Ведь Новый год – семейный праздник.